всем привет друзья мы спускаем уже отснятую серию обзоров по линейки метод вы просили мы сделали сегодня мы начнем со столешниц они представлены все вот на таком острове и в качестве бонуса когда мы будем рассказывать про какие-то отдельные элементы например столешницы ручки фасады каркасы мы будем показывать несколько интерьеров икеа кухонь метод в икеа нижний новгород давайте начнем смотреть столешницы потому что это самый распространенный вопрос как они эксплуатируются из чего они состоят и стоит ли вообще их покупать в икеа мы немного сменили локацию потому что постоянно подходят люди выбирают столешницы те кто планирует кухню и немножко неудобно поэтому мы чуть-чуть берем вам показываем потом относим обратно нам разрешили так давайте наверно вот тогда столешница ли теск длина есть 186 и длина есть 246 246 стоит 2 800 метр 86 стоит 1900 2000 без 10 рублей толщина и там и там 2 и 8 давайте смотреть что у нас за столешница ламинат ее можно укоротить до нужной длины две окантовки прилагаются чтобы закрыть срезы то есть можете тут тут отрезать окантовка будет 25 лет гарантии на все столешницы пока дима показывает что в шве я вам читаю информацию дсп ламинат бумажная пленка и сейчас покажу копки нельзя кстати найти столешницы ставить кофеварку тостера другие бытовые приборы выделяется тепло и стык если вы будете таковать столешницы может отойти вот смотрите на овальной части этот из чего у нас состоит сама столешницы а сейчас покажем копки которые могут образоваться в процессе очень часто эти столешницы берут как нестандартный письменный стол даже не письменный стол а именно вот стал и когда нужны там в организации куда-то для органе когда для создания чего-либо и это недорого получается к ним берут ножки линмон по 250 рублей то есть метр восемьдесят шесть стол получается за 2 990 но дешевле не придумаешь обратная сторона шов может показать приблизимся немножко вот смотрите все таки это не очень долговечный материал что она конечно 25 лет у нас пока гарантийных случаев службы доставки наши саранских про икея не было но тем не менее кофте могут быть она все-таки нежненькая с ней нужно обращаться аккуратно очень бюджетная и при этом такая хорошая белая вполне адекватно обмывается оттирается ребят у меня нет фаворитов среди столешниц и нет аутсайдеров до которые вообще я бы сказал что вот прям вот даже не берите столешницы все адекватные при правильной эксплуатации при правильной установке они все живут долго и счастливо вы сами прекрасно понимаете на это столешницы без доски резать свеклу она будет в пятнах вы ни за что не отмоете просто учитывайте нюансы столешниц когда вы берете если вы например ну зайду вперед если вы взяли деревянную столешницу и вы не хотите за ней ухаживать не берите не тратьте свое время нервы и деньги так сняли целая стопочка столешницы сальян приготовленном значит столешницы сальян ламинат под мрамор вот такая вот красотка толщина уже 380 длина ребяту у всех столешниц и киевских 186 и 2 46 толщина 38 это у основного ассортимента по моему две или три вот мы кроме бюджетный есть еще парочка потоньше давайте смотреть углы дим покажи пожалуйста вот здесь уже пластиковый дополнительный усиленный уголок то есть вот за эти места можно вообще не бояться здесь у нас дсп ламинат небелёная бумага пластиковая окантовка ну вот здесь коцается все-таки потому что это не закрытый край да то есть это место из распила если вы это делаете дома распиливаете столешницу вы просто это закрываете планкой проходите герметику у вас замечательно живет кстати хотел бы услышать от вас обратную связь устраивают ли вас эти если у вас уже есть и киевские столешницы устраивают ли они вас по качеству как они у вас эксплуатируются какие нюансы возникают какие плюсы минусы вы нашли для себя поэтому пожалуйста в комментариях друзья мои напишите сельян черный под минерал все то же самое только отличаемся цветом нравится мне как сделаны закругление у столешниц нет опорно вот мне кажется нет нареканий к ним если правильно подобрать и правильно эксплуатировать столешки будут жить долго и счастливо такой же дсп покрытые ламинатом ламинат высокого давления то есть выдерживает все-таки нагрузку эта кухня но тем не менее сами понимаете отбивную столешницы без даст не делаем сельян под белый камень обратная сторона у сельянов у всех одинаковая ну вот смотри приблизь пожалуйста вот этот стык то вот у меня такое чувство что и что с черным то же самое да есть риск что он со временем будет подходить если где-нибудь постоянно если бы допустим вот эту частью и где-то 10 раковина или что-то будет не будет думать как ты меня вот это вот тоже планки до планки нарастет вместе все правильно грамотно сделать то просто нет посмотри у сельяна который под минерал видишь какая окантовка пластиковая цвет то есть как просто обрезали по разным сторонам понятно что ты выступила так сельяном у нас все берем следующую экбакен столешница под бетон тоже покрыта сверху ламинатом 1 86 стоит 3 600 и 4 500 стоит длинная 2 46 толщина у этой столешницы 2 и 8 по ощущениям столешница интересная единственное что смущает как например будут насколько удобно будет там живет какие-то пятна вымывают потому что вот рельеф такой есть да неровность присутствует так давайте посмотрим что у нас по составу не нормированы ну все то же самое как и у предыдущих ораторов шов и показываю что с чего у нас состоит точно такая же светло-серая под бетон здесь видите переходов уже больше то есть вкрапление темно-серого уже больше мы постараемся сейчас на эти кухни чтобы были оснащены тем столешницами посмотреть как она живьем так сказать ценник точно такой же как у просто под бетон темный то что внутри если что очень удобно разрезали столешницы по крайней мере мы теперь все можем посмотреть раньше такого не было и что внутри приходилось объяснить буквально пальцем людям потому что даже выставочных образцах у икеи просто была столешница на кухонном гарнитуре и все так дальше у нас ламинат темно-серый под мрамор толщина все еще у нас идет 2 и 8 эти моменты тоже учитывайте особенно если вы планируете купить самостоятельно но можно не заморачиваться у икеи есть планировщик в магазине есть планировщик на сайте и если вы сами совсем-совсем не можете вы живете далеко можно всегда обратиться к своим дорогим посредникам они я думаю вам с удовольствием помогут мы по крайней мере спокойно считаем проекты кухонь делаем я не понимаю что-то хочет укропку углу и посадка поворачивая черная под камень тоже толщина 2 и 8 совершенно гладкая приятная не холодная столешница понятно да из какого материала она сделана ощущение комфортные но не забывайте когда темные берете пыль ну как бы уход за что за темный что очень светлый ход проблемные за любой столешкой поэтому я при я склоняюсь к тому чему-то такому дала под камушек под мрамором икбакин у нас есть еще такая вот за 8000 сейчас будем сравнивать почему за это просят 8 а за те просят по 3 600 толщина такая же матовая поверхность антрацит ламинат я сейчас секунду посмотрю дсп ламинат пластмассовая окантовка получать только сам материал заусенцы видно куда смотри она прям вот она прям вся вот какая-то это она стоит 8000 проще взять вот темные ничего крашивать не надо смотри видишь вот эти вот ворсинки это не завод заводской то есть опилили в икей вот а это же заводское здесь ровненько ну так вот сделано она и смотри сразу вот следы остается а может стать могли ведь суценки да с дефектом ну дим и при этом смотри на не следы остаются очень сильно вот за этот выставительные образцы поэтому сказали что можно брать трогает чертить царапать чтобы людей было понимание как эксплуатируется кейс-пистолешность изнутри ламинат ну да она даже вот по тактильным она не ушибаемая на них хоть ножом режешь убираем так из подготовленной стопки у меня осталась одна столешница потом пойду с другими хелестат под ламинат закантовка из металла столешница двухсторонняя но я не знаю имеет ли это место вообще если мы поставили кухню все выпил сделаю жив думаете будете переворачивать и конечно очень сомневаюсь но раз есть значит есть толщина 3 8 у маленькой цена 5 у большой цена 6 500 и с обратной стороны за чисто белое так-то белый цвет и вот металлическая окантовка что еще делать из икеевских столешниц помимо стола из бюджетных столешниц из любой столешницы особенно если вы ее взяли в оценке можно сделать стол то есть вы отрезаете только сколько вам нужно добавляйте четыре ноги либо там две ноги в зависимости от того как конфигурации стола у вас получается стол потому что окантовки вот эти клеевые они прилагаются все края все стыки вы закроете я принесла следующую партию столешницы давайте смотреть еще не устали экбакен есть еще другие цвета кстати вот она столешница экбакен на чем мы снимаем вот кусок этой столешницы ценник такой же как у всего экбакена 2 280 толщина удобно да для барной стойки сделать тоже ламина точно такое же покрытие отличается внешним видом вот это мне по цвету понравилось интересно смотрится да я кстати а вот покажу вот она обрезанная да она же шире гораздо вот на примере этой то есть вот она получается заводская окантовка а вот окантовка которую вы ставите сами после распила вот видно дар кодки уже как тут от распила и вы ее закрываете вы можете перевязать на любую длину ширину как вам удобно так экбакен есть у нас светло-серая с белой окантовкой сама она серая окантовка белая ценник точно такой же и состав то все одинаково отличается только внешним видом да смотри а вот здесь на серая окантовка вся белая получается то здесь на контрасте она играет она односторонняя нет она двухсторонняя хотя она не заявлено двухсторонний пока я вот в принципе да если что то можно и перевернуть идет совсем белая да и либо контрастная белая с серым так дальше у меня партия деревянных всевозможных столешниц давайте начнем с карлаби под дуб сейчас она по акции скидками не вставляет ты нет до 1000 рублей скидка на нее составляет карлаби цвет у нас получается секундочку сейчас мы найдем информацию неудачный ставится вернем на место не переживайте значит столешница кромка слой древесины дуба масляно-акриловая пропитка это внутренняя сторона пленка и основные части дсп дсп покрыты словом древесины дуба плюс масляная пропитка не давай вот я покажу то есть вот у нас клейка это толщина у нас 38 должна быть да это толщина 38 186 сантиметров стоит 7000 246 стоит 10 так вот что у нас изнутри и вот сама кромка кромка уже цельная идет нет не цельная но здесь стык уходит ниже и то есть вероятность расслоения и вот зазубрина здесь уже меньше дай ну и стоит уже дороже но карлаби кстати часто часто закануть столешницы они востребованы карлаби столешница береза все то же самое сверху покрыта слоем массива березы вот она с клеечком переборачиваю переворачиваем смотрим что у нас изнутри точно такая же как под дуб баркабу грецкий орех значит внешне сейчас покажу внешняя сторона и слой древесины грецкого ореха масляно-акриловая краска внутренняя сторона бумага основание дсп ну давай смотреть слой грецкого ореха обработано парафиновым маслом еще на производстве но имейте ввиду со временем оно стирается и столешница будет требовать обязательно ухода покрытия это дерево каменных столешниц часто задают вопрос в океи просто нет чтобы взяли кусок камня и привезли вам обратную сторону то же самое здесь слой дерева больше поэтому ценник больше толщина такая же 38 молекула почти молекула 10000 толщина 3,8 переворачиваем массив дуба это внешняя сторона дальше дсп бумага я надеюсь вы не уснули вы смотрите давайте мне иногда обратную связь пинар ясень 13000 давайте разбирать поверхность столешницы изготовлены из прочного натурального материала значит массив ясеня внутренняя сторона бумага основная часть дсп то есть сверху ясень дальше дсп изнутри бумага и внутренняя сторона бумага королби грецкий орех мы ее уже смотрели маленькая стоит 9 большая стоит 12 красивый сверху слой слой древесины грецкого ореха и пропитка ну а дальше дсп бумага так показываем что внутри у нее точно такой же слой бумаги дим давай окантовку покажем вот на таких цветах окантовку видно хорошо видно все дефекты сразу которые могут быть не забываем что это склеечка выглядит достойно да цвет такой приятный столешница скобс 15000 маленькая 19000 большая массив дерева при необходимости можно обработать но внутри слой дсп то есть чисто вот массивных столешниц у икеи нет массив дуба это а мне кажется мы ее снимали нет не снимали вертим крутим так кромки и смотрите она уже полноценная со всех сторон одинаковым материалом покрыта и хорошая ровная кромка в общем получается чем дороже тем лучше но не факт вчера обратилась подписчи нет клиентка наша начинают не наш подписчица покупали они в икей кухню в мае по моему не дешевая кухня длинная и у нее одна из самых дорогих столешниц на ней начались пятна дефект она мне еще фотографии не прислала поэтому даже не могу сказать какая столешница но такое вот чувство пока что вот с коксом я пошла с другой партии столешница у нас последняя дальше я вам расскажу по поводу касаемо установки нюансов какие дополнения нужны к ним и пойдем смотреть какой-нибудь интерьер кухни Экбакен 3600 под ясень она такая уж прям рифленая рифленая ощущение что гладишь дерево на самом деле шпон внутри ДСП угол все показали с обратной стороны она точно такая же как все ее друзья я пошла ее ставить на место сейчас будем рассматривать стыковки фикса ну что вы стали счастливым обладателем кухни и что с ней дальше делать ну помимо того что вы ее соберете нужно еще учесть некоторые нюансы вот данным модулем представлен кухонный такой как бы островок мини стоечка с одной стороны кухня стандартная 63,8 ширина по столешнице а здесь столешница разрезана потому что здесь поменьше места подразумевается так дизайнеры увидели кстати так часто в квартирах есть и кстати вот эта кухня есть в дизайн проекте квадратека квадратека она по моему сейчас называется дизайн проект для ваших квартир вот это в Нижнем Новгороде есть точно такая же квартира с кухней вот как представлено здесь значит к чему говорила берем вот такие вот боковые стойки копика а? консоли да копика крепим заглянешь на тебя то я без своей камеры и ставите сверху как остров то есть так то было получается что вы отрезали вы выкинули да? а здесь сделали дополнительно но единственное что если у вас здесь стена но хотя даже если стена вполне удобно готовить что-то складывать захламлять пространство как мы девочки любим да? и вот смотри нет давай еще покажем здесь прям виден ярко контраст то есть вот заводская кромка и кромка которая допом идет в комплекте переход на контрасте виден но это все делать обязательно не забывайте нужно еще местами проходить силиконовым герметиком где соприкосновение с водой чтобы не было проблем помимо того что вы просто поставили столешницу вырезали все по размерам вам необходим вот такой бордюр стеной фикса значит из чего вообще он состоит два с половиной метра длина вот такая планочка здесь все достается но мы рушить крушить не будем я думаю нас просто поругают за это дело значит здесь внутренний уголок а? давай получается здесь внутренний уголок две штуки вот таких уголков в комплект входят покажешь? вот внутренний уголок угол на 365 градусов но я его здесь не вижу иначе не использован в этом модуле а вот он да? да вот заглушка боковая я неправильно сказала угол внешний да я покажу вот угол внешний угол внутренний не вижу угол внутренний на 135 градусов заглушка боковая стыковочный элемент вот они наверное да стыковка и крепеж 14 штук в комплекте и все это удовольствие стоит 750 рублей ее ставить обязательно многие ну ворчат да на эту тему что я поставлю столешницу герметиком закрою будет хорошо нет друзья мои влага жир перепады температуры на кухне то мы там готовим что-то то не готовим вообще это все обязательно если вы хотите чтобы ваша столешница жила долго и счастливо пойдем покажем какой-нибудь светлый интерьер друзья мои давайте мы сейчас с вами пройдемся по интерьерам и мы вам покажем не сами интерьеры ну как бы да и сами интерьеры скользь а вы посмотрите как столешницы сочетаются с фасадами не просто вот дощечка с дощечкой а именно в общей массе под мрамор столешница с белыми фасадами под камень с коричневыми фасадами чуть посудомойка прячется так туго кстати интересные новые ручки просто смотри железка а на них этот чехольчик кожаный стеной байдердюр номер к дубовым столешницам ну к деревянным столешницам вот он стыковочный все-таки это выглядит по-другому чем мы например фиксы сюда сделаем это уже сочетание с серыми фасадами тоже как вариант кухня же имеет место такое быть такая столешница с такими каркасами например понятно здесь сделана зона отдыха та же столешница только уже с черно-коричневыми фасадами честно мне очень эта кухня нравится она небольшая компактная все лаконично расположено ну конечно в домашних условиях наверное все захламится быстро да все эти открытые пространства здесь все практически в одном тоне и фасада со столешницей в едином цвете но разбавили цвет интерьера белым уже смотрится по-другому если бы все в один цвет слили было бы тоже не очень хорошо а так столешница снизу как раз смотрится таким монолитом еще одна столешка под мрамом уже сочетание с белыми фасадами но дополнили черными ручками черными элементами и акцент основной стал именно столешницу на ее пятнышке под мрамор а вот кстати как выглядит идем покажем стыковочная планка когда не хватает длины вот как это выглядит то есть до конца планочка не опускается и у вас останется все равно вот это пространство но можно под цвет попробовать подобрать герметик тоненький да пройти или не стоит будет плохознее выглядеть да я все боюсь что вода будет попадать вот кстати стыковка угла там прямо стыкуется здесь на углу прямо под мраморную крошку которую мы все столешницы с вами рассматривали поэтому просто смотрите как это может быть в живую да здесь как раз серые серые элементы и разбавлены белыми каркасами но каркасы белые все в металлических рамках то есть сочетание серебра везде присутствует между собой мы находимся в огромнейшей кухне мне все время интересует сколько здесь квадратов но по моему информации я нигде не найду это кухня и гостиная смотрите столешница баркабуда под грецкий орех ее можно сочетать вот таким нестандартным образом и делать из нее остров кухонный остров не пойму с чего сделано а это фасады закругленные фасады а здесь даже написано фикса нет столешница столешница про фасады не расписано вот такой вот и винный погребок фикса получается вот здесь давай покажем как ее сделали а здесь уже нет здесь не фикса соединили ее здесь а здесь уже настенную панель сделали которая от брызг защищает и давай вот здесь последнюю покажем сочетание чисто белого с разными видами каркасов ну что друзья мои надеюсь данный обзор по столешницам кухонный метод икеа вам был полезен мы продолжаем снимать дальше ожидайте на нашем канале выхода по каркасам по фасадам по всем внутренним элементам не забывайте подписываться смотрите комментарии у нас есть второй канал мы рассказываем совершенно другие вещи не похожие на тот контент который даем обычно всех люблю спасибо до новых встреч